В этом месте на берегах Яузы у 10-й школы постоянно возникала огромная запруда из бытового мусора. Весенние субботники еле с ней справлялись, но она нарастала вновь и вновь. Заросли камыша как сети улавливали все, что плыло по реке. Об этом напоминает общественный совет по контролю за реализацией проекта реабилитации реки Яуза. И его позиция поддержана администрацией городского округа. Что у нас произошло? Вы видели, образовались искусственные островки из одного мусора. За счет чего? За счет того, что искусственные дамбы, небольшие дамбы, они, естественно, задерживали мусор, который, в общем-то, накопился и образовались вот эти островки. Их уже все посчитали, все знают наизусть, и точки геолокации все уже докладывают. Это как раз тот фронт работ, который предстоит произвести за летние месяцы. Теперь проточное течение свободно, мусора стало намного меньше, но немало его еще на дни реки. Четыре вот таких установки сейчас работают на реке Яузы. И поднимают они не только бытовой мусор, который скопился за зиму, но и то, что накопилось в реке за долгие годы. Скажем, вот эти вот железные части бытовой техники. Старые стиральные машины, холодильники, ведра, лопаты – все это проржавело. И если представить, что этим выстлано дно, то долго еще придется ждать, пока экосистема реки восстановится в полном объеме. Русло реки надо еще и углубить. Только на этот участок работ уйдет почти весь июль. На четырех участках реки выявлены проблемные зоны. И с помощью таких плавающих экскаваторов их можно достаточно быстро устранить. По сути дела, в каждую смену набирается полная машина мусора и увозится на утилизацию. Большая уборка началась. Ведь всем нам нужна чистая река. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Продолжение следует...